Одни из них погибли в бою, другие не были достроены, третьи стоят на вечной стоянке, и сражения им только снятся. Но теперь они получат вторую жизнь. Мы воссоздаем корабли по историческим чертежам и отправляем их в бой. Линкор «Жан-Бар» — второй линейный корабль типа «Ришелье», получил своё название в честь легендарного французского «Корсара» — национального героя Франции. Линкор должен был противостоять итальянским линкорам на Средиземном море, угрожая противнику восьмью орудиями калибра 380 мм, размещенными в двух башнях. На момент спуска на воду в 1940 году это был один из самых современных кораблей. Линкоры типа «Ришелье» имели одну из наиболее эффективных систем защиты во все времена и прекрасные скоростные характеристики — 32 узла — за счёт сочетания длины корпуса с острыми обводами, которые обеспечивали малое сопротивление на высоких ходах. Схема расположения орудий главного калибра в носовой части сокращала длину цитадели и позволяла использовать более толстую броню для её защиты. Кроме того, башни ГК получили максимально возможные углы обстрела и при этом упрощалось управление стрельбой. А в ходе послевоенной достройки «Жан-Бар» получил самое лучшее на тот момент в мире зенитное артиллерийское вооружение. История «Жан-Бара» складывалась драматично. Ещё недостроенному кораблю в июне 1940 года пришлось совершать переход из Франции в марокканскую Касабланку. В ноябре 1942 года принять бой с американским линкором «Массачусетс», а после атаки самолётов получить пробоину и лечь на грунт. После окончания Второй мировой войны линкор был поднят и окончательно достроен только к 1953 году. На морских просторах World of Warships линкор «Жан-Бар» появился в ноябре 2018 года. В нашей игре этот премиумный французский корабль девятого уровня обладает высокой скоростью хода, эффективной противоторпедной защитой, имеет хорошую маскировку и дальность стрельбы. Стоит также отметить сравнительно быструю перезарядку орудий ГК, достойное ПВО и ПМК-вооружение.